2000 лайков были дожаты со скрипом, но всё же пятая часть вашей любимой рубрики выкатывается с небольшим опозданием. Ну что ж, давайте узнаем, кто стал счастливчиком, попав в этот ролик сегодня. Здорово, Ханина Фруктер сломали компуктер на связи. Перед просмотром хочу поблагодарить всех спонсоров на ютубе и на бусти. Пускай много флагов уже снято, но на самом деле продлевать спонсорку на ютубе, которую я понизил как можно дешевле, до предела, чтобы флаги могли сохраняться, всё же возможно. Рамуль каким-то чудом это сделал при помощи Киви, так что кто хочет оставить свой ник зелёным в чате и с ярким флагом напротив, можете потыкать. Ещё мини-объявление. Помимо моего Яндекс Дзен, на который нужно подписаться, я советую всем скачать удобное приложение или просто отслеживать канал с подпиской на ВАСТ. Мы получили там партнёрку и с качеством и лагами весь вопрос разрешён. Мы проводим там 10-часовые стримы каждые два дня, находясь на главной странице. Этот сервис не будет заблочен и поэтому советую всем подписаться на анима Мори там. Ссылки будут как обычно в закреплённом комментарии под видео, не теряйтесь. Ну что, по традиции начнём как обычно с зоанов, погнали. Error G пишет. Тип зоан. Кощей бессмертный. Естественно, это мифический зоан модель Хито Хито Нуми в форме кощей. Сила, бессмертие и регенерация. Призыв меч-кладенец. Пробуждение. Призывает убивающий туман на 20 метров. Атаки. Меч создаёт рандомную атаку разными стихиями. Слабости нет. Регенерация слишком сильная. В свете последних событий человеческая форма мифического существа Кащея попадает сюда. Поскольку я жёсткий фанат лавкрафта, пройти мимо фрукта Олега Ермоленко я не мог. Фрукт типа зоан. Класс древний. Модель Шагот. Шаготы являются одной из древнейших рас, появившихся на планете. И одной из самых опаснейших. Человек, что съест данный плод, сможет превращаться в древний ужас. Бывший главной причиной страха множество людей на протяжении многих поколений. Шаготы представляют из себя огромную бесформенную массу протоплазмы с множеством глаз и ртов. Пользователь получает способность, похожую на способность логии, игнорирование урона, если он нанесен стихией антагонистам либо хаки. У Шаготов нет антагонистов как таковых, а потому пользователю следует опасаться лишь хаки и кайросеки. Владелец также может отращивать на любой части своего тела пасти, наполненные острыми клыками, либо глаза. Этот фрукт дает невероятную гибкость и ловкость пользователю, а также неплохую физическую силу. Однако не обойтись без минусов. И главным минусом можно считать затруднение изучения воли наблюдения. Шаготам она просто никогда не была нужна из-за многочисленных глаз. А если их не хватало, то они просто отращивали больше. Развить хаки наблюдения можно, но это станет гораздо труднее. От себя добавлю, зоан этого существа был бы одним из самых неубиваемых, подобно тихоходкам, и одним из самых приспосабливающихся существ среди всех зоанов. Очень опасный фрукт типа мифический зоан прислал Клауди. Главная способность превращения носителя в кракена. Плюсы. Фруктовик может разговаривать со всеми видами рыб, кроме морских королей, а также повелевать ими. Кракер по своим характеристикам имеет огромный размер, поэтому может спокойно сносить целые флоты кораблей. Может выделять огромное количество чернил из своего тела. Их количество ограничено и восстанавливается в течение дня. Возможность дышать под водой и выносить огромное давление воды. Видеть на расстоянии около 100 километров под водой. Пробуждение. Владелец видит все на расстоянии 300 километров, а также может разговаривать с морскими королями. За счет быстрой регенерации и способности не чувствовать боль, ваша команда никогда не останется без еды и такаяки. Топчик, конечно, но Ктулхи на этого кракена не хватает. Опа! А вот и Ктулха! Пончик нелегальный прислал фрукт этого жесточайшего мифического божества, которое перекрывает кракена. Мужикский мужик, оставлю твой комментарий тут. Заслужил. Кемпо выдал коммент. Мифический зон короля обезьян Сунь Укуна позволяет призывать две реинкарнации этой легенды. Первое. Посох Бо. Весом 10 тонн. Он может удлиняться на расстоянии до 2 километров. Также пользователь может телепортироваться к посоху и телепортировать посох к себе вне зависимости от расстояния. Второе. Летающее облако. Пользователь может летать на облаке, другие существа с отрицательной кармой не могут взобраться на него. Третье. Трансформация короля обезьян. Пользователь становится человеком обезьяны, наделяется тысячелетним опытом и стилем борьбы Сунь Укуна. Пробуждение фруктов позволяет создавать несколько клонов себя с уже имеющимся одним из артефактов в руках. Чаще всего удлиняющийся посох. Дальше идет небольшое пояснение от самого автора комментария. А еще недавно Великий Олежа, в очередной раз забрав себе под сценарий чужие статьи с реддита, 10-летней давности, переведенных для русскоязычных групп ВК и выдал за свои мысли. Мы уже знаем, что у Луфи. Итак, подобный фрукт. Это не форма и не основа для гибридов и пробуды. А именно такой фрукт. Но твой коммент был написан намного раньше выката тех глав и хайпа Олежа на этой теме. Поэтому ты попадаешь сюда как прорицатель. Элитный дебоширский зоан прислал главный дебошир всего канала Илюшка. Способность грипп. Выпускает споры. Лечебные. Не может вылечить переломы. Галлюциногенные. Третий пункт споры роста. Слабости. Спирт. И после смерти персонажа созданные им новые части тела для всех окружающих исчезают. Не регенерирует резанные раны. Не переносит засуху. И еще парочка для ознакомления можно поставить на паузу и прочитать. Раз авторство принадлежит не только тебе, но и маме, значит ей выдаем Олежоскар. А тебе будет дозволена только ежедневная протирка этой элитной фигурки. Одна из имба параметцек была написана темы на кью. Параметция воли. Хаки-хаки-ну-ми. У человека пробуждается воля наблюдения и вооружения. Она не становится сверх уровня. Человек должен ее тренировать. Но в чем ее фишка? Наделять предметы волей, хоть и не всегда, Ты не будешь терять силу, когда предмет уже будет ей наделен. Но так или иначе, их прочность равна уровню развития твоей воли вооружения. Также остальные пользователи воли наблюдения не могут предвидеть твои действия. Пробуждение, приобретение королевской воли. Также возможность ею наделять предметы, которые будут неразрушимы для пользователей обычной воли вооружения. Если человек со слабой волей коснется того предмета, то он упадет в обморок. Такой вот хитрый парень, Тэмэнэ Кью, делает читерские параметсы для Ван Пис. По причине великой сволотности дебошира Муняни, с его мифическим фруктом панды Инь-Янь, помещаем его сюда. Пускай бедная Муняня посмотрит на себя с той стороны монитора и порадуется, прочитав свой громадный коммент про страшный дьявольский фрукт. Ох уж это Муняня! Шанг Ди прислал хороший мифический зон. Хито-хито-ну-ми, мифический зон. Модель Кагуцути. Дает владельцу возможность превращаться в бога огня и вулканов Кагуцути. Внешность. Массивный шестиметровый бог с тремя парами рук, магмой в теле и огненными волосами на голове. У него каменная магмовая кожа с примесями обсидиана. Глаза наполнены огнем, а кровь такая же горячая, как лава. Способности. Помимо создания различных гибридных форм, фруктовик может создавать и контролировать огонь, призывать магму из земли, а также разделяться на 8 более мелких богов. Имеющиеся атаки. Кулаки гнева. Огненный поток. Красный вихрь. Огненные шары. Обсидиановый бог. Огненный град. Магма-гатлинг. Круг преисподний. Карающий дракон. И множество других круто расписанных техник. Фрукт выглядит как большой красно-оранжевый перец с небольшими выпирающими черными окаменелостями. Интересный мифический зон с запредельным потенциалом на его полное раскрытие. А теперь переходим к фруктам типа паромеция. Та-та-дам! Маленький малыш Гена просто Гена. Прислал фрукт Dead Dead No Me. Напоминает череп с ярко-кислотными глазами. Способности. И спускает дым, который состаривает людей. Способы использования. Death Wave. Носитель испускает волну дыма, которая состаривает людей. Death Punch. Дымовой кулак, который состаривает жертву при прикосновении. Machine Gun of Death. Носитель делает из газа пулемет и стреляет пулями, которые состаривают врага. Похоже на пулемет Квина с вирусом. Слабости. Чем ниже температура, тем ниже время старения. Пробуждение. Способность менять агрегатное состояние дыма. Ох уж этот Геннадий. Супер элитный GoToSop прислал достойного конкурента Великой Вагонетки. Название Sleech Sleech No Mi. Способность. Превращение в бобслейские санки. Абсолютно бесполезен без снега и льда. Пробуждение. Может создавать ледяную дорогу перед собой. Дорога не тает, но исчезает сразу после того, как санки проезжают по ним. Появляется дорога прямо перед санками, всего в паре сантиметрах. Вот они, точечные, жесточайшие способности, которые смогут дать отпор непобедимой Вагонетке. Квадроплей 96-й раз пишет свой фрукт под роликами, поэтому так уж и быть. Парамеция мысли. Владелец способен вставлять нужные ему мысли и мысли противника, смешивая их между собой. Побуждая его на воспроизведение действий, которые не нужны противнику. Атаки владельца и людей, которым он доверяет, не сбивают эффект. Условия активации. Касание головы противника ладонью. Пробуждение. Владелец обретает способность прослушивать и удалять мысли противника из его головы. Что заставляет оппонента мгновенно о них забывать. Хулиган Роман Казубский прислал параметцию обнуления. Zero Zero No Mi. При прикосновении пользователя к человеку у того появляется метка. Ее стереть и удалить нельзя, только если убить самого пользователя. Метка блокирует возможность противника использовать силу дьявольского фрукта. Также радиус действия 70 метров. Вокруг пользователя, если враг выходит, то метка перестает действовать. Но сохраняется, и когда противник снова входит в нее, то метка появляется без касания пользователя к врагу. Было бы прикольно, если бы пробуждением стало то, что метка также ослабевает пользователя. Как если бы он был бы в воде или же давала возможность пользователю использовать силу дьявольского фрукта того, на ком стоит эта метка. Молодчиковый молодчик. Смотрим следующий параметский. Интересную, на мой взгляд, параметцию, причем всегда активную, прислал Дэй Икс Рэй. Фрукт, а не мультерноми. Тип активная параметция. Превращает съевшего в мультяшного персонажа. Дает съевшему его человеку уникальные силы в виде невосприимчивости к простому урону. Менять свои глаза на разнообразные значки. Способность надувать конечности и перемещаться между дверьми в одном коридоре. И многие другие способности, которые есть в мультфильмах. Слабости, вода, кайросеки. И еще пара минусов, с которыми можно ознакомиться, поставив ролик на паузу. Самое забавное, обыгрывать этот мультяшный фрукт внутри мульта. Интересно было бы посмотреть выход из такой визуальной ситуации. Мистер Крутос прислал Ха Хануми. Параметция, манипуляции, клинков. Способности. Как урезанный телекинез Шики, но только работает он на клинки. Можно управлять любым холодным оружием, будь то меч, нож или коса. Все, у чего есть лезвие, тем можно управлять. И неважно, из чего этот клинок сделан. Главное, чтобы он был задуман как холодное оружие. Слабости. Если рядом нет клинка, то способностью воспользоваться не получится. Пробуждение. Силой мысли можно сделать из любых предметов клинок, который нам нужен. К примеру, глыбу камня в кунай. Или дерево в катаны. К сожалению, в директе бардак, и я не смог найти твой арт. Поэтому остается только коммент и описание. Почему-то именно этот коммент заставил меня посмеяться при выборе фруктов. Косаркин в Лосонор. Фрукт наше, наше, но ми. Активная паромеция коммунизма. Позволяет копировать способности фруктов и физические способности людей, стоящих недалеко. Нельзя копировать способности мертвецов и тех, кто уже ушел из зоны действия фрукта. Расстояние этого самого недалеко зависит от силы человека, использующего фрукт. Пробуждение. Позволяет использовать весь опыт в чем бы то ни было других живых организмов. Ограничение. До пробуждения не позволяет использовать способности живого существа с королевской волей. Версия 2.0. Знатно поражал, особенно над фразой, расстояние того самого недалеко. Ну мужик, ржачно придумал, лови, а лежоскар. Павел Гифтер прислал Джоджовую паромецию. Способность, как у Return to Zero, у Гер. Это спойлер к пятой части Джоджо. Фрукт может возвращать любое действие своего хозяина и других людей к точке начала действия. Проще говоря, действие возвращается в мысль о его совершении. Фрукт откатит любое действие и этому никак нельзя сопротивляться. Слабости. Фрукт действует на один объект или существо. Поэтому он идеален для схваток один на один. Пробуждение. Способность фрукта действует по радиусу, а не на один предмет. Размер сферы 10 метров по окружности от хозяина и 5 метров в высоту. В этой сфере способности фрукта могут действовать на все объекты в радиусе. Поскольку вы знаете, насколько я фанат Джоджо и нет в мире ничего лучше Джоджо, я не мог не поместить это сюда. Зефирный человек пишет название «Злоба-злоба-но-ми». Тип «Психическая параметция». Способности. Позволяет обладателю становиться сильнее за счет того, насколько он зол. Скорость и реакцию тоже. Также обладатель не чувствует боли. Еще позволяет укреплять прочность тела. Может по желанию делать любой материал более хрупким. Может отключить способность думать, но становится берсерком, уничтожая все на своем пути. Также продвигает регенерацию. Может восстановиться всего лишь из одной клетки. Один раз за жизнь. Яростным взглядом может надавить на психическое состояние противника. Напугать кто бы то ни был. Слабости. И в обычном, и в пробужденном состоянии может не отличить союзника от врага. Если дух обладателя слаб, он превратится в злое уродливое существо. Короче, довольно интересная психопараметция. И подошла бы суперзлобным сволотникам. Например, таким как Негатив. С ним фрукт раскрылся бы на максимум. Под конец параметции покажу интересный фрукт, созданный для канала Аниме Мори. Даулет Сериков прислал такую интересенку. Зачитывать не буду, просто повешу это тут. Если кто захочет, посмотрит. Что там такого написал хулиган2022. С топовыми параметциями закругляемся и идем к немногочисленным логиям. Пайнапуру прислал такое. Коджо-коджо-но-ми. Необычная логия растений. Вид. Зеленый фрукт полностью покрытый листвой. На вкус как листья. Способность. Владелец может сливаться с элементом природы и выращивать любые растения на поверхностях, которым прикасается. Может сам становиться растением. Приемы. Корневой капкан и удар. Пускает в землю корни и атакует или связывает врага. Плюсы. Растения устойчивы к воде, но не сам владелец. Можно покрыть себя деревом и плавать по воде. Еще можно выращивать огороды и жестко садоводить. Недостатки. Контрятся логии песка. Пробуждение. Пользователь может повелевать всеми растениями в поле зрения и выращивать свои. То есть может одним взглядом вырастить дуб за 20 метров от себя. Идеальный фрукт для усопа. Теперь скажу так. Ну, есть такой фрукт. Называется Мосу-Мосу-Нуми. Является неканоничным. Но тебя я заметил среди комментов, потому что я обещал тебе, Али Жоскар, за разгадку сложнейшей задачи на том легендарном стриме. Если ты смотришь это, чекни позапрошлый ролик с наградами. Там в начале тот самый обещанный шедевральный интро-опенинг уже выкачан. Лови, Али Жоскар, мужик. Дарк с приставкой L прислал милоту в виде логии пуха. Она позволяет управлять пухом из мягких игрушек или, к примеру, тополином. Пух может ослеплять врага попаданием в глаза или заставлять чихать попаданием в нос. А может и засорять легкие оппонента. Пробуждение позволяет владельцу покрывать любую пушинку волей вооружения. Также владелец может сам превращаться в пушинку, что позволяет ему маскироваться. Слабости, ветер и вода, кроме кайросеки и воли вооружения. Забавный и очень легкий фрукт. Фулкрафт прислал забавную логию теста с неплохим описанием. Ну, мотик Атакури тоже в каком-то роде пародия на тесто, являющаяся особой паромецией. Но так уж и быть, вставлю скрин с тестовой логией сюда, пускай будет тут. Алексей Ткалик, написавший коммент про электромагнитные волны. Ну, мы пришли к выводу, что подобный фрукт был бы опасной паромецией. Даже после моих старых роликов про логию радиации, которая все же также стала паромецией радиации. Поэтому твой фрукт не попал в выпуске. Но обсуждать такие фрукты нужно, и поэтому этот коммент остается в данном видосе. Великий Сволотник Кто-то Левый. Опять написал 897 фруктов с миллиардом символов в каждом. Но все они уже не помещаются в ролик. Поэтому тебе только великий Алижоскар. И упоминание тут за самого мощного дебошира в этой рубрике на протяжении всех пяти частей. И чтобы вы понимали, тут скрины всего парочки его очередных нереальных страстей. Вот такие великие Сволотники бывают в комментариях. Берегитесь кого-то левого, он опасен. Фрукты по типу Логия Земли, Крови, Костей, Смолы и прочее не попали и не рассматривались. Так как уже были в предыдущих частях и не один раз. Подобные сверхпопулярные паромеции и Зуаны тоже. Не огорчайтесь, просто в прошлых роликах все это уже разбиралось. Через четыре предыдущих части прошла целая куча топовых идей. Спасибо всем, кто был на ролике от начала и до конца. Поздравляю попавших в видосик. Не огорчайтесь тех, кто не попал, множество идей вторичны. И из-за того, что многие из вас не видели предыдущие четыре части этой рубрики, писали фрукты, которые уже обсуждались. Думаю, идеи ваши потихоньку сходят на нет. Поэтому, чтобы завинтить эту рубрику, ставку делаю в 4000 лайков. И только при этом активе будет поднят вопрос о создании шестой части этой рубрики. Посмотрим, есть ли еще те, кто желает творить чудо-фрукты. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить ролики и оставаться в центре событий. Оценивай работу лайком и бей в колокол Шандоры. Если имеешь желание и возможность, поддержи канал на Бусти. Этим ты сделаешь аниме-морию счастливее. Спасибо еще раз за полный просмотр. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Кампай!